всем привет с вами канал alex dn pro и в этом выпуске я расскажу вам о том куда девать лишние мамну и золото также особенности королевской битвы в чем собственно заключается секрет и что стоит ожидать от нашей королевской битвы давайте зайдем посмотрим что у нас там данном случае у меня 13 уровень королевской битвы как вы видите шахты до приносят нам синие кристаллы синие кристаллами будем использовать для повышения наших героев для просветления добавлять им атаку и жизнь также возможность ставить их ставить на них новые руны второго уровня третьего и так далее и так что нас ждет давайте по порядку что нас ждет сама карта сама карта королевской битвы что нам она даст во первых собираем здесь эти кристаллы берем шахты кристаллов вот улучшаем и что дают улучшение производства кристаллов в час и максимальное хранение кристаллов поначалу конечно эти кристаллы особо не нужны самом начале но самом начале игры вы сюда собственно не зайдете здесь нужен определенный уровень количества силы вашего персонажа вот 28000 да у меня здесь идет по моему от 10000 начинается возможность зайти здесь простые мобы да вот 110 уровень такая пачка 9 штук нападаем собственно здесь все понятно простые слабые команды просто объем их забираем у них ключи серебряные всякие мешочки там из каждой битвы выпадает красные кристаллы определенное количество данном 57 плюс 3 сверху бронзовые ключи и опыт опыт вот смотрите 13 уровень в левом верхнем углу когда я наберу определенное количество опыта у меня расширится территория 14 уровня уже будет территория побольше продолжаем но мобы вот эти вот это не основное скажем так не основной источник нашего веселья и нашего счастья основной источник здесь это торговцы и босс выпадают они относительно часто то есть босса я даже встречал два раза за заход босса здесь представлен виде демона такого крылатого давайте по открываем пока сундучки в сундучках обычно вот такие кристаллы иногда руны попадаются в общем всякое барахло то есть отдельно переживать там где же мне достать ключи чтобы открыть обычные первые сундуки не стоит убиваем вот этих вот мобов и с них выпадают ключи только так как вы видите 100 ключей и смысла от них такового нет они не уменьшаются добавляются и добавляются я хоть эти ящики открываю вот торговец попался надо смотрите четыре с половиной пять минут действует торговец потом он закрывается что есть у этого торговца у этого торговца есть возможность покупки рун всяких мешочков разных сундучков до ключи значит нет здесь сейчас золотого ключа золотой ключ стоит 1 миллион золотых и различные рун давайте посмотрим повышает скорость атаки на 10 процентов в принципе руна хороша если вам некуда деть лишние деньги золото в частности то вам нужно играть здесь и дожидаться этого торговца он появляется относительно часто поэтому не переживайте просто сейчас посмотрите башня улучшается еще осталось 12 дней еще осталось чтобы и улучшить 7 уровень до понятного 10 уровень улучшим давайте попробуем 18 дней почти 19 улучшаться будет башня и так многие постройки в начале игры понятно там два три часа 4 5 6 там ну день там улучшается здание а затем вот так вот пол месяца улучшается одно здание и вот все мои пять рабочих они заняты и будут заняты делом еще очень долго поэтому мне нужно куда-то девать лишнее золото для этого я использую этого торговца давайте зайдем и купим у него что-нибудь три минуты осталось еще у торговца значит я бы взял вот эту вот руну все-таки руна берсерка может как-нибудь ее и поставлю 10 процентов в принципе это хорошо считаю мы улучшаем урон на 10 процентов у героя скорость плюс он соответственно будет быстрее добавлять себе способность то есть манна у него быстро будет появляться скажем так и возьмем еще вот эти вот синие кристаллы так ну здесь пожалуй все вот этого труна с огоньком это фигня этих ключей у меня 7 сундуки не так часто появляются не чаще выдают сами ключи дальше куда еще можно потратить золото заходим в украшения и здесь у нас есть полный список вот за два миллиона дракула там всякие шоколады там все что хочешь дымоходы но я основные такие конечно потратил уже купил там всякие статуи красивые что были флаги теперь начал покупать для чего я это делаю почему очень важно избавиться от лишнего золота лишнее золото привлекает к себе внимание или мы потратим это золото на какие-нибудь безделушки или придет другой игрок и просто заберет его у вас вероятность того что это случится когда у вас будет много золота гораздо выше чем когда у вас будет чуть-чуть золота вот но так получилось что сегодня есть еще и вот такое вот событие вот как мировой кризис и если здесь вот такой вот аваритефер который просит денег типа давайте пожертвуем денег а я вам за это там какие-то очки поэтому берем значит манну можно деньги да будем жертвовать именно деньги доступно очку 3000 очков он нам даст за 600 тысяч без проблем все но это конечно ману не будем пока тратить здесь пока все да так выходим заходим опять на нашу королевскую битву будем выбивать сейчас босс на этого демона так сейчас посмотрим что у нас тут куда нам идти для того чтобы обновлялись вот эти все фигурки которые стоят да здесь чувачки там сундучки нужно их просто поднимать использовать карту выносливости у меня их полно этих карт поэтому будем использовать атакуем все предрешено все и так понятно сейчас мы быстренько им наваляем получим какую-то фигню и продолжим свой путь в поисках этого чудеснейшего демона так демон появится в виде вопросика как и торговец торговцы тоже иногда появляется виде вопросика иногда появляется под вопросом появляется сундучок то есть три сундучка обещаю там супер сопровища невероятная там давайте нам синие кристаллы и все у вас будет хорошо но сколько я не открывал этих сундучков постоянно какая-то фигня там выпадает ничего стойче проще эти кристаллы потратить на прокач героя более подробнее о прокаче героя в плане просвещения поговорим чуть позже после того как мы все-таки найдем этого босса накажем его и потом приступим прокачу наших героев расскажу вам особенности что нужно что не нужно как делать так как вы видите серебряных серебряный ключ дают его за более сильных противников и так сокровищница а ну давайте нажмем ok и вот нам предлагают взять какую-то фигню ну вот к примеру тратим 6000 это относительно большие суммы до кристаллов шо ж нам выпало серебряный ключ но ничего си вы видели серебряный ключ я получил за то что забил этого моба да вот а здесь смотрите улучшение 3000 2800 он накапливает максимум за 10 часов одна шахта с нас сняли в два раза больше то есть 20 часов работы шахты для того чтобы открыть какой-то плохой скажем так сундучок давайте еще посмотрим боевые алтари но в данном случае у меня игрок слабый я не играл примерно год зашел и балансы уже немножко перераспределились на смотрите какой тут вася козырный 200 уровня плотненько сел на этом на этой башенке и берет себе весь доход смотрите боевой алтарь уровень 10 производит большое количество синих кристаллов для захватчиков вот то есть производство смотрите 680 в час а наша шахта у меня сейчас самая большая по-моему 11 уровня 380 даю все это дает на 300 кристаллов больше ее не нужно у это можно улучшать эту башенку но в данном случае она как правило в два раза больше дает чем наши шахты так продолжаем наш путь очень всяких чудиков так бронзовый появился у нас какой-то вася такой на 9 требует 9 ходов бывало такое что за один заход вот 80 выносливости мне выпадало сразу два этих демона вот как раз попался да наш демон пришествие гемонов а ну давайте посмотрим кто же у нас тут такой вот грозный дядя да да с крыльями и рогами весь какой-то наплечники какие-то еще нарукавники у него или что это такое браслеты что ли из толстого металла награду предлагает руны и красные кристаллы но что интересно значит для того чтобы его забить дается час и два часа и пять попыток нажимаем вызов но в одиночку его забивать но это себе дороже скажем так может быть если вы там уже какой-то супер крутой игрок у вас это все и получится но если вы средненький игрочок то лучше всего забивать таких монстров это чтобы у вас были сильные друзья вот как вы видите сто восемьдесят тысяч от силы да у меня всего лишь то 30 а у него уже сто восемьдесят вот приглашаем этого дядю и сейчас от этого демона останутся только рожки до ножки такого козленочка забиваем так начинают работать наши способности всякие ускорения пошли в ход и наш босс активно теряет жизни что касается этих попыток то есть вы видели их было пять забили босса потом появится новый босс если сейчас допустим появится новый босс то попыток уже будет у меня четыре вот но если вы выйдете из игры зайдете еще раз в игру то попытки одно обновятся у вас понятно так награду нам дали мешок мифических рун там хорошие рун и будут и красные кристаллы но четыреста как-то не очень иногда дают девятьсот и восемьсот из парадного бывает окей нажимаем так ну собственно пока здесь все все понятно да забиваем всех подряд развиваем обязательно вот эти вот шахты вот шахта кристаллов улучшаем чтоб производство кристаллов у нас было на высоте вот собрать нажимаем шестьдесят восемь кристаллов прям собрали так и куда же мы потом будем девать эти кристаллы собственно давайте посмотрим войти да наш алтарь героев смотрим вот всякие герои тут снаряжение посмотрите своих четыре тысячи урона добавлены три то есть 75 процентов именно урона добавлено мне сверху за счет всяких там прокачий а жизни так вообще почти в два раза больше добавлено вот смотрите так руны нажимаем жизнь тридцать семь тысяч мне добавлено именно просветление и четыре тысячи эффектом рун отражает восемь процентов урона но а также посмотрите на просветить девятьсот тысяч манны ну это как бы в принципе копейки вот и четыреста семьдесят тысяч этих кристаллов то есть вы только подумайте это нужно несколько дней копить эти кристаллы только чтобы повысить ему один уровень но так было не всегда вот к примеру смотрите так друид у нас тут есть есть у нас вот восьмидесятого уровня рыцарь до восьмидесятого уровня там буквально до десяти тысяч идут эти кристаллы там ну по чуть-чуть так спокойно можно повышать а уже свыше восьмидесятого уровня просвещения сразу идет накрутка вот смотрите сто тысяч друид восемьдесят третьего уже сто семьдесят вот и вот наш тыква восемьдесят девятого уровня уже четыре сто семьдесят вот полмиллиона этих кристаллов то есть качаем их до семидесятого уровня ой до восьмидесятого уровня это относительно легко вот манну мы добываем только из битв рейдов так сказать из рейдов на героев не обязательно всех убивать как я уже говорил в своих предыдущих видео достаточно просто отнять манну и золото все то есть прокачиваем их смотрите просветить так двадцать одна сила добавлена и как вы видите добавляется жизнь так здесь получается примерно семьсот жизней добавляется за уровень сейчас и урон шестьдесят урона добавляется ну пятьдесят вот так вот ну хорошо тогда если покачать его то можно получить хороший такой плюс вот давайте посмотрим по урону практически все увеличено да плюсом пошло и жизни в два раза так это при уровне семидесятом вот здесь восьмидесятый уровень тоже у меня в принципе все герои которые в моей команде на восьмидесятый уровень прокачаны вот ну начинается со ста этих синих кристаллов вот понятно еще что для продвижения на новый уровень просветления у героя должна быть еще определенная звезда пятая шестая седьмая звезда вот иначе вы больше не сможете его поднять смотрите вот у меня седьмая звезда у черепа пытался его просветить не пошло тем не менее была у друида восьмая звезда без проблем вот просвещение пошло дальше то есть до восьмидесятого уровня если у вас седьмая звезда можно качаться без проблем вот ну что ж как бы на этом все теперь вы знаете куда девать лишние золото и манну как просвещать героев чтобы они были сильнее чтобы им можно было ставить руны более высокого уровня как забивать этого босса в королевской битве на что стоит обращать внимание какие сундучки открывать какие не открывать вот и собственно как качать дальше героев что ж на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк обязательно комментируйте там что вам понравилось что не понравилось что бы вы хотели увидеть еще подписывайтесь на этот канал вот всего доброго и до скорых встреч